Девочки, всем привет! Сегодня мы будем с вами собираться, но у меня будет легкий макияж, потому что я опять еду на речку. Так, и сегодня у нас жарко, но мне кажется, жара такая. Короче, перед дождем, потому что... Да, сейчас жарко у нас где-то до 31, может, 33, но переменная облачность и обещают дождь. Посмотрим. Я надеюсь, что мы успеем покупаться без дождя, но, знаете, в общем-то, по жаре дождь как-то даже приятен. Даже если будет сильно, я просто зонт возьму с собой, если вдруг. Там дорога от речки до остановки, в общем-то, да, 10-12 минут. Хоть через лес, но иногда там, ну, то есть есть местности довольно открытые в дороге, поэтому... Так. Я решила взять вот этот гель от Avon из серии Planet Spa. Он, на самом деле, для глаз. Да, для глаз. Но по жаре, я думаю, всей коже будет приятно вот что-то гелевое, легкое получить. То есть я не думаю, что это для других частей вредно. Так, теперь, когда я немножечко увлажнила, можно чуть-чуть подзамазать синяки. Так. Макияж-класс. Сегодня мы будем делать палеткой Reloaded Affection. Очень мне нравится эта палетка, но нету в этой палетке матовых оттенков, поэтому я буду брать либо Essence My Must Have, потому что я тоже ее давненько не брала. Ну, по крайней мере, у меня такие ощущения. Так. На этой речке, девочки, почему я крашусь? Обычно на речку-то не особо красятся, да? Я вам показывала во влоге. Эта речка в лесу, то есть вырванная как в скале. Поэтому я не буду, на самом деле, на солнце. То есть на солнце попаду, пока я пойду сейчас до нашей остановки. И то, если вот сейчас, например, опять солнце пропало. Вот. И потом от остановки, когда буду идти, там тоже есть пространство, как я уже сказала, открытые. Поэтому... А так, все в теньке. Я не ныряю, потому что я не умею. Я как бревно всплываю вверх. Поэтому я даже не пытаюсь. Хорошо не тону. Плаваю я, девочки, очень средненько. Конечно, если бы бассейны были бы открыты, я бы ходила. Ну, короче, чем больше плаваю, чем чаще я плаваю, тем чуть лучше я плаваю. Поэтому выдержка становится лучше. Но вот у меня уже практики нормально долго нет. Поэтому я делаю... Захожу в озеро. Делаю кружочек. И выплываю обратно. У меня уже мышц не хватает. Вот я делаю несколько таких подходов. И, в общем-то, все. Это мало, на самом деле. Раньше я, когда ходила в бассейн, я даже не знаю, сколько раз я... Вот обычный такой, именно плавательный для пловцов бассейн. И я туда-сюда где-то 10 раз делала. Не знаю, сколько это. Но вот чувствовалось, реально чувствовалось, что здорово. И с каждым разом можешь на один раз больше сделать. Но это все с... Когда учишься, когда тренируешься постоянно без таких... По тренировке, девочки, вы понимаете, я подразумеваю. Конечно же, просто... У меня тут какой-то косметоз лежит, его возьму. Это Ривл Де Луп Янг. Оттенок у меня Light Apricot. Он а-ля теплый, но, в самом деле, он не сильно. Это теплый, просто такой. Чуть-чуть. С персиковым подтоном, но это все еще розы. Так. Нужен ли мне хайлайтер? Может быть, чуть-чуть можно добавить. Так. Конечно, когда я в бассейн ходила, я только брови рисовала. По-моему, больше ничего не красилась никогда. Может быть, синяки замазала. Тоже можно. Ну ладно, чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть. Не помещаю. Теперь бронзер. Честно говоря, не хочу. Тут просто просвечивает все. Я и так загорела. Поэтому бронзера, наверное, не хочу. Брови. Брови для бровей. Вот у меня карандаш. Макияж глаз будет сегодня очень нежный. Я вам сейчас покажу. Эту палеточку. Я надеюсь, что достаточно светло. Потому что я опустила жалюзи вниз. Я пропустила то время, когда можно было бы что-то сегодня долго просыпалась. Не верится, девочки, что мой отпуск подходит к концу. Медленно, но подходит. Время всегда так пролетает. Да. Ну, в общем-то, август уже всегда такой месяц, да? Мне кажется, я всегда, с детства для меня это уже предосень была. Ну, в общем-то, в моем детстве я вспоминаю, погода хоть была жаркая, но уже не такая жаркая, как там. В конце июня, в июле не так сильно особо припекает солнце. Хотя все еще лето. И в начале августа у нас двор. Я городская была, городской ребенок до 12 лет. Потом стал деревецким. И детей, все дети разъезжались. Кто по лагерям разъезжался, кто к бабушкам, дедушкам, кто на дачу. И детей, в общем-то, практически не было. Там, может быть, два ребенка. Я часто одна его с братом играла. Ну, одна я тоже очень любила играть. Так. Возьму-ка я от Witten Wild. Пора сегодня жара, иначе мне это не выдержит. А то фейсбаза под тенем. Вы знаете, так прикольно не собирать косметичку. Я могу открыть ящик и выбрать любую палетку. Ну, в общем-то, я и так могла бы, но я же специально придерживаюсь какого-то плана, чтобы у меня весь косметоз был в использовании. За год примерно, чтобы получалось так, что я брала каждую палетку в руки. Хотя, все равно, по-моему, так у меня не совсем получается. Потому что последнее время, последний год, наверное, я беру там 3-4 палеток. Ну, точно использую. Но это получается 54 недели в году. Вот если брать 4 палетки, получается как бы 200 с чем-то палеток можно использовать за год. А у меня-то около 300, если не ошибаюсь. Ну, я считаю здесь и, конечно же, маленькие палеточки тоже. Так, припудрить мне нужно... А, вот этой пудрой возьму. Отсюда, из вот этой LV, здесь пудра есть, такая силикона. Возьму ее. Потому что мне хочется, чтобы тенюшки скользили немножечко. По крайней мере, в складке. Девочки, пересматривала сегодня с утра. Нужна была какая-то, хоть немножечко позитивной какой-нибудь поддержки. И я тогда такие хорошие видео, которые у меня в закладках всегда стоят, я их пересматриваю. Иначе как-то грустно становится. И пересматривала старое видео Светланы Драган, она астролог. И пересматривала реально старое видео. И как много всего сбылось. Я просто вообще в шоке. Ну, она еще так говорит, конечно, завуалирована на Ютубе. Не скажешь ничего так, как есть. Светлана говорит, вот, она работает на правительство. Ей что говорят, то она и говорит. Но, если бы это было так, то на немецко-говорящем и на англоговорящем Ютубе, скажем так, астрологические прогнозы, говорилось бы тогда что-то другое. А у них, они же по планетам все расшифровывают. И я слышу, в общем-то, одно и то же, девочки. Поэтому, я не знаю, конечно, я никого не призываю верить в астрологию. Где сейчас либо слишком во все верят, либо вообще ни во что не верят. Я придерживаюсь немножечко середины. Но у меня, я не знаю, рассказывала вам или нет, было пару лет такое, что я, так, я, конечно, ой, вот это я нафигачила, тенюшек. Сейчас буду немножечко прибирать. Надо поменьше взять кисть, чтобы она не слишком мне растушевала. Возьму вот это. Я перестала всякие там астрологические эти читать прогнозы, чтобы себя не программировать. Я сказала, что я сама решаю. И если бы там что-то было неблагоприятное, период, а я там решила сделать то и то, то это наломало дров. Это мои ошибки. Я готова была нести за свои поступки ответственность и всё. Но потом, что я делала? Я заходила на эти годовое предсказание по знакам, или как-то не предсказание, прогнозы, прогнозы, и читала уже в конце года. И вы знаете, они сбывались до 70%, и был у меня один в 2010 год. Девочки, он у меня на 100%, вот месяц в месяц, чуть ли вот недели назывались, и когда что случится в этой неделе, у меня реально были вот 100% исполнения. Поэтому я как бы, я так же не смотрю про себя лично, потому что я всё-таки люблю сама всё решать. Но если так получается, что я а-ля вместе с вселенной творю, это приятно. Если что-то не так, ну, то и. И да, в конце года обычно я люблю читать. Вот, и про что я говорила... А, хотела вам уже показать палетку. Так, 13 минут, всё нормально. Девочка, девочки. Так, девочка, девочка, припевочка. Так, Reloaded Affection. Палетка вот такая. Здесь нет вообще маткуки, это я уже говорила, да. Первый ряд, это запечённые тенюшки. А остальные, остальной ряд, такие шиммерно-масляные. Какие-то металлические, какие-то более сатиновые, какие-то более шиммерные. Но, в общем-то, здесь нет ни одного. И нужно либо брать в помощь палетку, либо вот пытаться из вот этого что-то сделать. Но я складку, по-моему, всегда в помощь брала. И буду я использовать вот этот розовый, наверное, возьму. И во внешний уголок, наверное, вот этот бронзовый возьму. Посмотрим. Может быть, ещё что-то добавлю. Текстура, конечно, вообще классная у этих, у верхних. Ну, я люблю запечённые, только здесь прямо они нежные-нежные запечённые. Смотрите, он прямо паутинкой ложатся. А, например, в Beige Cosmetics более грубые. Они запечённые, как будто немножечко... Шиммерные, как будто немножко. Вы знаете, я возьму ещё, наверное, какой бы взять. Вот этот розовый, потому что он поярче. Сейчас жалко. Я взяла, конечно, просфочить, но... Какой яркий. Ой, восторг, восторг, Тенюха, восторг. Посмотрите. Прямо вау. Как мне нравится эта текстура. Ой, прелесть. И нежное свечение, и в то же время яркое. Вот, и сейчас открыла старое видео Светланы Дракан и пересмотрела. Ещё немецких пересмотрю парочку. Потому что они такие прогнозы... Ну, вы знаете, всё как-то очень пессимистично, но они дают надежду. Иногда человеку не нужно больше, чем надежда. Знаете, чтобы кто-то сказал, что всё будет хорошо. Потому что если слушать новости, радио, читать газеты или слушать тех, кто смотрит телевизор, то всё плохо. И мои новости, которые я просматриваю, альтернативные, они тоже не суперутешают. Иногда нужно просто как чуть-чуть поддержки в этом сумасшедшем мире. Немножечко оптимизма. И вот так, когда опосля смотришь, да, казалось бы, год прошёл или полтора, и всё сбывается. Это, конечно, прикалывает. Ну, как я уже сказала, я по себе это видела. То, что мои гороскопы как-то сбывались, хотя я их не читала заранее. Волосы думаю, что я уберу. Сегодня, иначе жарко будет. Ну, потом я вообще их наверх задеру. Так, а на нижнюю веко? На нижнюю веко. Знаете, вот этот серый возьму. У меня тут палетка, сейчас покажу вам. Вот такая, My Mass Hairs, которую я сама собирала. Я не знаю, у кого-то они ещё остались, такие сборные палетки. У меня вот в складке века у меня и во внешнем уголке был вот этот оттенок. Я его обожаю. Здесь даже углубление есть, но до дна ещё далеко. Это 04 Brown Elicious называется, у Essence. Так, а сейчас хочу на нижнее веко взять вот этот оттенок, такой серый. Тут тоже у меня углубление. Это оттенок 19 Stills The Show. Ну, Stills, вы знаете, это тут игра слов, что металлический, ну, как бы серый. Если я не ошибаюсь, конечно. У меня память иногда. И то, чтобы подводит... А, нужно вот тут тоже немножечко... Слишком... Слишком этот... На внешнем, который я нанесла, он ушёл туда, куда я не должен был ходить. Ну, будет такой симпатичный, скромный макияж. Ягонечко накрасить реснички, всё. Ой, девочки, такая палеточка. Так, и вот такая палеточка. Affection и My Must Haves, которые я сама собирала. Хорошие палетки. Так. Помаду я возьму какую-нибудь нежную. Тоже будет Essence. Какую я помаду возьму? Нежную. Что это у меня тут лежит? Ревлон. А, ну такая красноватая помада. Пойдёт. Такая оранжево-красноватая. Покажу сейчас на губах, девочки. Мы, в общем-то, быстро с вами собрались, ну, потому что... Макияж... Некреативный. Спокойный. Тут особо... Особо и делать нечего. Ой! Так. Отлично. Ну, сейчас подсохнет уж я. Уберу ватную палочку. Лишнее. Обычно аккуратно, конечно. Но бывает. Я не знаю, говорил я вам, когда мне было лет 9, с 9, наверное, до 11. Я прям увлекалась астрологией. Но я именно любила характер. Там, знаки зодиака изучать, у кого какой характер, у кого совместимость там по дружбе, по любви. И с подружками тоже развлекалась так. Это было очень прикольно. Что-то, кстати, осталось до сих пор. Что-то могу подтвердить, что-то нет. Ну, то есть я имею в виду, что когда я встречала потом людей в жизни, они как бы подходили в портреты, но надо, конечно, год учитывать, когда человек родился. Ну, тогда вот, прикиньте, я маленькая была, но я в этом разбиралась. Сейчас меньше, но прикольно. Так, все, девочки. Никакого карандаша, никакой подводки делать не буду. Не хочу. Осталось только помаду. Все. Ой, какая яркая. Полуматлая. Помада от Revlon в оттенке 750. Kiss Me Coral. Ну, я слишком ярко не хочу, то есть слишком плотно. Ну, она сама распределится. У меня просто... Я, может быть, еще блеск сверху нанесу, чтобы посимпатичнее было. У меня просто шорты ярко-розового цвета, я не знаю, я вам, наверное, их не показывала, я не знаю, что вам видно сейчас. Так, шорты вам не видны мои. Вот мои шорты. Футболка оранжевого цвета. И поэтому, мне кажется, такая помада пойдет. Все, девочки, жарко. Хоть я все закрыла, проветривала с утра, но все равно дом нагревается и начинаешь взмокать. Все, девочки, всем хорошего дня и до следующего видео, до следующей собиралки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok